Вопросы передачи имущества и модернизации инфраструктуры военных городков находятся на особом контроле губернатора Московской области Андрея Воробьева. Всего по состоянию на 1 марта 2016 года в собственность Московской области от Министерства обороны принято 165 военных городков. Из них 35 вошли в этом году в программу по восстановлению инфраструктуры. Москва же тоже не сразу строилась, мы же сразу все сделать не сможем, но приоритеты, почему мы хотим узнать сейчас приоритеты, что надо делать сразу, что первое, а что можно, ну как бы, министр, министр сейчас со своим блоком тут обследует все, то, что канализационную, насосную, трубы, это они знают, они специалисты, они, ну как бы, профессионально делают. В этом году на восстановление инженерной инфраструктуры уже переданных военных городков из бюджета области дополнительно выделили 2 миллиарда рублей. Большая часть средств пойдет на восстановление объектов вода и теплоснабжения, а также водоотведения. При въезде в военные городки сразу видишь и в буквальном смысле ощущаешь главную здесь проблему. Это всем известные дороги. В такую дождливую, пасмурную и промозглую погоду жителям приходится в буквальном смысле оказываться по щиколотку в грязи. Жители военных городков Кубинки жалуются на полуразрушенные дома, плохие дороги, старые котельные и ржавую воду. Также имеется ряд проблем с благоустройством дворовых территорий, организацией парковочных мест, озеленением, освещением, наличием и удобством площадок для сбора и вывоза мусора. Практически везде отсутствуют должным образом оформленные информационные стенды. Люди не получают полноценных сведений о деятельности управляющих компаний. Для профанации его поставили, высоко его задрали. Вы сами же не прочитаете. Дело хорошее, но только надо, чтобы его ответственно подходит. По целому ряду проблем в военных городках Кубинки и Кобяково будет подготовлена дорожная карта. В нее включат все необходимые мероприятия, кроме того, будут обозначены и источники финансирования. Это областные и местные бюджеты, средства Министерства обороны и внебюджетные источники. По распоряжению губернатора дорожные карты должны быть готовы не позднее 1 мая. Сегодня наша задача правильно сформировать эту программу, определиться с приоритетами, потому что мы понимаем, что все-таки ресурс денежный всегда ограниченный. Необходимо определять приоритеты, что делать в первую очередь, что во вторую. Но сегодня ни одно из требований жителей не должно быть незамеченным и не должно попасть в программу. Вопрос о приоритетности, вопрос в каком году будет построен то ли это детский сад, то ли будет построена школа, то ли будет построена котельная, либо сделана дорога. То есть вопрос приоритетов, но все чаяния жителей должны сегодня быть услышаны. По итогам инспекции в администрации района проведено совещание. В нем приняли участие руководители областных министерств ЖКХ и энергетики, надзорных органов, госжилы инспекции и госадом технадзора, а также представители местных органов власти. Поставлена задача максимально оперативно устранить выявленные недостатки. За ее выполнением следят соответствующие региональные министерства и ведомства. Екатерина Старосветская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.